Привет! Мы продолжаем наш подкаст, в котором мы беседуем с разными интересными людьми, учеными, психологами, художниками. Беседуем мы про касания и технологии, и разговариваем про будущее, в котором все это поменяется. Сегодня у нас в гостях Анна Ше, арт-терапевт, директор студии арт-терапии SAMO. Моя основная идентичность, через которую обычно меня представляют, это клинический арт-терапевт. Как клинический арт-терапевт я руковожу студией арт-терапии SAMO. Мы работаем с детьми, взрослыми, обучаем специалистов. Вероятно, в рамках данного интервью, тоже важно сказать, интервью это или исследовательский разговор, что я тоже занимаюсь художественной деятельностью, и моя художественная деятельность связана с исследованием телесности как раз, и того, что телесность через... передачи ее через разные медиа. Вот, мне кажется, все. Супер. 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 Я знакома, хочу сказать сразу, у меня даже есть TouchMe-панелька, и мы многое играем с этим. Отлично, поговорим об этом тоже. Да. Вот, в самом начале мы хотели попросить вас попробовать себя представить через какое-то один или несколько терминов, которые мы сейчас озвучим. Это поможет нам формировать тело нашего, тело нашей беседы. Это... у нас термины как облако, вот, то есть облачный набор терминов. Это embodiment, телесность, которые вы упомянули, body-mind, mindfulness, тактильность, body-awareness и мультисенсорность. Можно выбрать то, что вам ближе всего, или несколько, и рассказать, почему, вот, что вы применяете, в своих практиках, что вам ближе засекает. Интересно, что сейчас как раз большая волна обсуждений идет, ну, в сообществе, в котором я нахожусь, а разница между всеми этими, вот этой тонкой разницей между всеми понятиями, которые вы сейчас перечислили, и это, думаю, что эти дискуссии будут продолжаться до бесконечности, потому что разница суперделикатная. Те слова... через этих определений, то, что я просто больше использую в отношении с собой, или то, что я использую в работе, ну, как я уже сказала, это и... ну, телесность, телесность — это самый широкий, на самом деле, термин из тех, что вы сейчас указали, на то, о которых вы сказали, и он в себя включает все ниже перечисленные. Вот все, что дальше было перечислено, это все входит в телесность, в принципе, в работу с телесностью. Embodiment. Embodiment тоже очень по-разному там определяется. В моем... в отношении меня, если говорить о профессиональной терапевтической деятельности, то присвоение, воплощение, переживание какого-либо опыта, часто, который кажется умозрительным, переживание его через тело и воплощение его в теле. Этим я много занимаюсь в профессиональной практике, в художественной практике. Также есть у нас проекты и объекты, которые созданы для того, чтобы перевести мысль в переживание. И как бы сделать это прямо и точно и устойчиво, возможно, как бы через присвоение этого переживания телу. И это меня интересует... Body-mind centering, да, был там? Нет, но... Хорошо, что мы видим новый название. А что там был? Body-mind? Mindfulness был и body awareness, знание. А body-mind, по-моему, был. Body-mind, да, был. Но мне казалось, что вы сейчас немножко другое сделаете. Не-не, body-mind centering. Просто body-mind... Есть такая программа, она доступна сейчас в России, называется она IBMT. Возможно, она в вашем исследовании будет реально интересна. Integrative Body Work and Movement Therapy. Она вообще оригинально английская, но ее привезли в Россию, преподаватели приезжают. Сейчас в связи с ковидом не приезжают, но они приезжают, дают модули. Это трехгодичная программа. И, собственно, вот я на ней училась, потому что я закончила. И она построена, она растет из этого понятия body-mind. И body-mind centering — это уже конкретно достаточно категория. Бонни Эмбридж Коэн ее как бы сертифицировала и использует. Возможно, она тоже будет вам интересна как референс. И вся программа была построена как бы из того, что выросла из body-mind centering. Поэтому в профессиональной своей практике тоже, ну, как сказать, имплицидно. Я не называю то, что я делаю body-mind centering, потому что, ну, клиенты, люди, дети, взрослые, для них сложные слова и так в терапевтическом, как бы терапевтический процесс сам по себе может быть сложным, а еще введение туда сложных слов, оно как бы еще все больше усложняет. Вот. Но как технологию и как... Даже, скорее, не как технологию, как... Сейчас скажу, как вы тут правильно бы слово подобрались. Мне кажется, что это соотносимо как бы с тем, как воспринимается окружающий внешний мир. Я думаю, это определенное построение картины мира. То есть вообще, в принципе, body-mind, признание определенной ценности, проживание тела. Да, это тоже ко мне относится к mindfulness. Ну, как бы это сложно очень, потому что... Очень спорное поле, суперспорное. Я думаю, если пройдет еще лет 50, чтобы оно подальше ушло от нью-эйджа, вот этого поверхностно-легкого, в котором много экзальтации, мало содержания устойчивого, тогда можно будет говорить, потому что, ну, я знаю, очень мало мощных мастеров в этом направлении. Поэтому какого-то личного соприкосновения качественного с тем, что прямо называется mindfulness, не могу назвать. И что там еще был? Wellness какой-то? Body... Ну, нет, это совсем со мной не соотносится. Ну, в смысле, что я и эту тему не употребляю, и мне кажется, что он как раз как уточнение того, о чем мы... ну, того, что перечислено. А body-mind, простите, вы на русский переводите, как вы его используете? О, это отлично! Вам обязательно нужно, да, тогда связаться с IBMT, потому что сейчас, буквально месяц назад, началась... как бы все присели дома, и появилась возможность переводить тексты, обмениваться текстами, на которые никогда не хватало времени. И все просто такие, как будем переводить? Как будем... Вариантов очень много. Вот. Никакого точного и правильного. Мы, на самом деле, так и говорим body-mind. То есть не переводим. Вот. Потому что в русский язык... Ну, это концептуальное поле, оно пустое. В русском, в русском, как бы, осознавании там немного, поэтому... Вот. Я думаю, что выглядит то, у кого лучший маркетинг. Да, но мне кажется, что большинство этих слов просто не нуждаются в переводе, и они так и идут, собственно. на... Потому что, ну, во-первых, сложно, а во-вторых, уже так привыкли нам английские слова во многих областях. Ну, да. Ну, я поддобавлю тоже в этом сейчас вопрос такой, как бы, здорово, что он и вас тоже интересует, про иностранные слова. То есть есть некая малая группа людей, если мы возьмем масштаб страны, как бы даже масштаб Москвы, там, или Петербурга, ну, даже масштаб столиц, ну, как бы, больших городов, достаточно малая группа реальная, которая в этом поле находится. И эта группа уже очень хочет, как бы, ну, расширять свои границы. И для, все-таки, для русского человека, проживающего в России, говорящего на русском языке, это важно. Для того, чтобы явление понятия интегрировалось культурно, его важно перевести. Возможно, это будет совсем что-то другое, это даже будет не body и не mind. Ну, да, как-то описать концепт, который мы имеем в виду, другие, может, с вами, да. Да. Ну, да. Ну, и помимо этого еще, мы потому что берем интервью у разных людей, у каждого свое определение. И это тоже путает постоянно, потому что ты пытаешься спросить одно, а на самом деле человек по-другому понимает свои технологии. Мы тогда подходим к теме человека внутри карантина, потом он заканчивается. И вот интересно же, как здесь касание повлияет. То есть, вот первое его взаимодействие с близкими или с друзьями. Ну, банально. Есть вот это вот ощущение, что он соскучился по прикосновениям. И как это используется дальше уже, если мы будем говорить про терапию? То есть, как касание влияет на общее самочувствие после изоляции, во время изоляции? Вот об этом немножко, если поговорим. Конечно, конечно. Касание очень сильно влияет. Что тут скажешь? Сейчас поясним, почему, мне кажется. Скучает ли человек по касанию? Я убеждена, что да. Ну, 100%, 150% у человека, при этом у любого человека есть возможность, есть такая психическая особенность, называется психологические защиты. Это особенность характера. На самом деле, мы целиком состоим из системы психологических защит. Какие-то из них адаптивны, в смысле это удобно применять. Ну, там, я, например, не полезу в розетку сырой рукой, да, потому что у меня там... Я себя защищаю, и это нормально. Но, например, я могу то, как бы... Я могу не осознавать, что у меня есть необходимость в касании. Я могу заменять это едой, я могу заменять это просмотром видео, я могу заменять это бесконечной работой, я могу заменять это каким-то самообичеванием, я могу заменять это новой татуировкой, я могу заменять это новым классным проектом. На самом деле, все, чего я хочу, чтобы рядом было живое, и оно каким-то меня касалось, я касалась этого живого тоже, потому что это не обязательно какие-то близкие отношения в смысле любовных, мы говорим просто как бы присутствие человека без эротического контекста это касание очень часто люди это было и до карантина и сейчас это обострилась и это будет обостряться находят замену потому что коса гамбургер это не такой большой риск как прикосновение потому что гамбургер очень понятная схема приготовил или приобрел съел пошел а у касания нет такой структурной схемы в социальном взаимодействии коснулся что это значит что-то сказать это очень это гораздо большее количество шагов и это гораздо большая вариативность последствий и вот это тоже стресс сложно пережить я тоже об этом говорим с коллегами я считаю что нужно делать реабилитационные группы я очень надеюсь что какие-то страны скорее всего конечно скандинавские сделают так как они очень в этой социальной схеме заботиться своей что нужны реабилитационные группы такие какие были после второй мировой войны на самом деле был больше большой подъем психотерапии в европе ровно потому что был подъем бум групповой терапии потому что люди которые участвовали в военных действиях не участвовали военных действиях они проходили посттравматическую поддержку она очень важно и вот мы сейчас находимся как бы но она у нас мы уже все травмированы сильно это сильный очень травма то есть он может просто в рутине не осознаваться и нам всем конечно нужна поддержка и то что касание в этом случае вообще работа через касание она может быть очень эффективный почему в принципе здесь как бы расширю почему касанием эффективный важно потому что память тела она гораздо глубже и устойчивее чем оперативка визуального внимания просто визуал визуальное мы быстрее находим в оперативной памяти а телесный опыт к нему еще нужно подходить и вот этот именно обучение тому как добираться до своего телесного опыта как почувствовать что я сейчас просто хочу подружка рядом посидеть на диване а в общем еще не еще одну работу сделать вот как это почувствовать как это в себе определить вот эта задача с которой как бы терапия касание может качественно работать это и есть да 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 конечно да это можно вполне назвать эмбадиментом вот сейчас тоже среди коллег многие терапевты которые работали которых касание это вообще основной инструмент прикосновение а вот интересно разница какая прикасание прикосновение касание или прикасание прикосновение ну казалось бы корень 1 и приставка на эту тему тоже если на самом деле хорошие материалы европей ну англоязычные посвященные прямо касанию прикосновению потому что у прикосновения терапевтического есть очень много прямо разных градаций то есть это наверное другие слова на английском или тот же корень терапевтик тач в обоих случаях просто касание это а в нем нет осознанного направления я как бы не закладываю в это никакого намерения не я не закладываю если я касаюсь ни другой человек также как бы не пытается мое касание принять с каким-то с вниманием и осознаванием а прикосновение случайность например или какой-то социальный ритуал в котором у которой давно потерялся мы о нем не думали вот видите у нас например мы очень давно все не думали о том как бы что такое пожать руку и вдруг у нас возникла ситуация в которыми как бы вау нас есть социальный ритуал пожатия руки его либо надо менять либо заменить а почему вообще жмем друг другу руки при прикосновении двое при при встрече почему у нас такое как бы ритуал в начале карантина ходила вот эта идея о том что италия так сильно друг такая сильная у них обострение эпидемиологическая сложная ситуация потому что они при встрече целуются ну там это как бы социальное социальное целование но это очень близко то есть даже если как бы я просто подставляю щеку и другой вот здесь человек оказывается это не дистанция прикоснул пожатие руки есть еще пример скандинавии упомянули осло и перформанс тачками но когда люди должны незнакомые друг другу коснуться и послушать музыку мы продемонстрировали а там это были инфлюенсы утром собрались специального чтобы все это снять послушать показали а теперь вот можете попробовать никто не подошел ну это северный менталитет и даже близко не подойдут чтобы попробовать коснуться это большие большие темы очень про пересмотр социального договора потому что сейчас я про терапию закончу потом по социальный договор если будет нам актуально про прикосновения просто разницу это довести до конца в терапевтической работе в зависимости от того какая подготовка есть у профессионалов который работает через прикосновение может быть просто я несколько назову их бесконечное может быть множество например господи села клеточное дыхание то есть например можно прикоснуться как бы такое прикосновение осуществить которые человека через мое прикосновение соединяет с его ощущением клеточного дыхания чтобы клеточное дыхание могу рассказать у каждой клетке есть пульсация она как бы сокращается и это происходит постоянно ощутить то что я состою из очень большого количества этих клеток и какая-то зона моего тела может реально а жить если я к ней присоединяюсь присоединяюсь прикасаюсь как специалист я знаю понимаю что такое клеточное дыхание как она физиологически устроена почему это работает я с этой как бы интенсии прикасаясь к человеку я могу этот опыт ему передать он может почувствовать что он не назовет это для себя клеточное дыхание почувствует что о что-то происходит под рукой я не знаю что это называется но что-то явно происходит можно касаться органов можно касаться фасции можно касаться мышц это определенная подготовка сенсорная у специалистов должна быть для этого и это очень рабочие инструменты у нас есть такой проект который ликвар называется он и он построен на имитации пульсации спинномозговой жидкости есть позвоночник в позвоночнике есть спинномозговая жидкость спинномозговая жидкость еще называется медитативная жидкость у нее такая же она синхронизирована с мировым океаном и у нее как бы такая же качка точно как у мирового океана и как бы и можно коснуться спинномозговой жидкости человек почувствует очень успокоительную очень плотную очень глубокую очень такую плотную я бы ее назвала вот этот вот кач это все зависит от специалиста поэтому прикосновение ой здесь да поэтому прикосновение именно в серапевтической работе очень может быть супер разнообразным но поменьше одну важную вещь что есть когда вербальная терапия конечно же и вот люди которые выбирают вербальную терапию которых ну большая дистанция не хотят чтобы касались тоже право тоже выбор и это как бы друг другие направления терапевтические они тоже могут быть эффективны очень даже но по моему опыту работа через тело и через прикосновение через эмбадимент через то чтобы через свое тело это может быть не обязательно прикосновение мы можем на уровне языка как бы вы можете мне описать что с вами происходит в теле когда вы мне это описываете вы как бы это больше присваиваете я вас как бы веду для того чтобы там не знаю чувствую что моя рука там ожила и хочет протянуться до той стены а что это за ощущение ну какое у него качество можно подробнее описать а если эта рука действительно коснется той стены я давай попробуем здесь нет прикосновения но есть гайдинг так ну как бы видение тогда вот следующий вопрос как раз был если мы отойдем от касания к другим чувствам и у нас наш ключевой вообще нашим исследований термин это мультисенсорный подход вот как это вашей практике задействует с какими вы работаете еще сенсорными возможностями и самое главное как их можно стимулировать как можно обучать свои сенсоры ну вот с касанием очень классная иллюстрация как прислушиваться к леточному дыханию ну как есть в этом сразу же какой-то явно метод вот с остальными чувствами есть у вас какой-то опыт тоже с чем я не работаю точно это с обонянием не работаю очень тонкая история и и очень сильно здесь сложное мне кажется да да но есть специалисты которые работают с арома но это очень мне кажется что тут нужно прям хорошее медицинское образование чтобы понимать работа визуальное понятно слуховое то есть звуки звуки и создание звукоизвлечения или музыка как бы создание музыкальных произведений чаще всего это звукоизвлечения звукоизвлечения конечно то есть это разного рода аритмичные не симметричные ну не симметричные музыкальные композиции когда просто как бы можешь создавать звук и исследовать как он на тебя воздействует здесь как бы через работу с телом и со звуком тоже есть свои подходы очень просто попробую показать так как вот например даже клеточное дыхание это сокращение это пульсация у пульсации есть вибрация а у всего у чего есть вибрации есть звук любую вибрацию вы это как бы точно понимаете любую вибрацию можно перевести на самом деле любой звук и в этом отношении ваш проект вам совершенно прекрасный потому что можно еще подобрать как бы звук в который ты хочешь перевести выбрать себе как бы и и сыграть вот с этим мы тоже работаем зрение слух так не работаю осязание соответственно но много оно сравнимо с прикосновение но если мы говорим про работу с создания с осязаниями через живого человека а через то чтобы пове ощущать поверхности ну да текстуры и фактуры вот это есть такое явление психологическое тоже регресс и у нас есть целый набор целый пул регрессивных практик регресс в этом случае ну не капли не негативное слово смысле регресс ну или плохо а это хорошее слово регресс это возвращение человека к более ранним стадиям развития когда он еще если очень грубо если опишу это что просто было понятно возвращение на более ранней стадии развития когда человек еще не оброс огромным объемом психологических защит я это не трогаю я это не люблю это мне нравится это не моя привычка т т т а вот регресс когда ты регрессируешь ты можешь как бы попасть в свое психическое состояние когда тебе все еще все любопытно потому что как бы сенсорик она утаком а это возвращает ну во первых это большой релиз для человека это расслабление когда я снимаю защиты психологические очень много психической энергии освобождаю и это как бы такой это отдых и появление вот этого любопытства потому что сенсорные техники сенсорная интеграция она возбуждает любопытство в этом мире что-то еще происходит кроме моей бесконечной внутренней суеты на самом деле нам всем хочется выбраться из своего как бы внутреннего вот этого иногда интересного иногда неинтересного телевидения чтобы выбраться нужно как бы захотеть по-настоящему не просто как бы поставить это себе как задачу мне нужно больше взаимодействовать с внешним миром это ну это сложно выполнимая задача а я хочу мне интересно хочу попробовать то и это если я вот так насыплю муку а потом сверху на нее гуашь а потом вот так не рукой а потом себе на лицо чё будет в этой игре который выглядит как абсолютно бессмысленная возня в ней очень много потенциала и эти практики ну мы много используем как бы регресс подобного рода и есть либо вы знаете уже либо рекомендую посмотреть сенсорная интеграция это целое направление оно разработано есть книги есть переведенные книги по этому вопросу и ее в основном используют для детьми ну с детьми но на самом деле она очень применима к взрослым абсолютно я думаю что вашему проекту она будет ну очень даже полезно да дальше вот мы хотим представить те практики те арт объекты и мастер-класс воркшопа который вы делаете в музее потому что наш проект посвящен комнате в музее и хотелось бы с вами поговорить про арт-терапию в институцию музея как это будет выглядеть условно завтра и повлияет ли ситуация на то как это будет представлено в музеях и как она выглядела до до вот этой ситуации мы знаем что у вас был проект с музеем гаража вот я прошу вас немножко рассказать про ваши проекты в музеях и как вы дальше будете продолжать работать в музеях в музее тоже разные есть проекты есть то что называется то что как так и называется арт-терапия и когда мы вводим эти слова мы начинаем нести за это ответственность потому что можно было бы назвать это просто развивающие художественные занятия как угодно можно придумать любые названия но когда мы называем это арт-терапия это значит что мы берем на себя ответственность за то что мы будем в чем-то эффективным а в чем мы как и эту эффективность можно проверить это очень важно и вот в музеях когда мы ведем арт-терапевтические занятия мы их проводим для детей и для семей там основной у нас возраст 36 лет ну как бы сейчас добавился к нему 312 это если мы говорим про арт-терапию и внутри как бы музейной институции мы можем брать на себя обязательства работать с тем запросом с которым либо родители ребенка приводят на арт-терапевтические занятия он нам этот запрос озвучивает мы ему сразу сообщаем возможно ли сделать это в рамках музейной институции в рамках тех программ которые мы предлагаем или невозможно он имеет право выбирать с какими запросами приходят родители социализация детей качественная развитие речи чтобы ребенок либо подтянул речь либо у него появилась речь приходят дети которые в 3 года например не говорят и у этого очень разные может быть генезис по-разному бывает потом приводят детей у которых низкая социализация и низкая успеваемость в школе и как бы хотят чтобы с этим каким-то образом работали это тоже возможно с этим работать также приводят родители детей в арт-терапевтические занятия когда в семье возникают какие-то либо новые обстоятельства либо сложные обстоятельства появление нового ребенка переезд изменения как бы между в паре мамы и папы еще что-то то есть чтобы ребенка поддержать вот часто детей приводят с таким как это не запросом а в такую ситуацию у вас так здорово можно просто понимается ну да можно ну как бы окей хорошо вот у нас есть прямо группы которые такие как бы в которые мы собираем детей которых водители привели с под хэштегом у вас так здорово вот потому что у нас ну в какой-то мере реально здорово при этом важно отметить что именно арт-терапевтические группы они так как мы берем ответственность так как мы ставим какие-то определенные цели так как мы этих целей постараемся достичь и как бы отчитываемся за достижение этих целей это работа то есть это может выглядеть и выглядят часто как мы делаем там строим что-то мы регрессируем все пачкаем мы создаем какой-то свой мир мы делаем мультфильм но в это всегда прошита цель задача и это работа вот а если говорить о художественных проектах может быть наверное в этот проект имейте ввиду который мы делали как раз в прошлом году уже получается в рамках выставки экология новая политика мы делали такую ну мы вообще хотели сделать мастерскую сначала но в итоге в своем развитии мастерская выросла просто в такой какой-то очень большой групповой перформанс мы как бы его изначально не планировали у нас были другие задачи у нас была задача исследовательской лаборатории ну так она очень как бы интересно для нас тоже результировала и у нас как раз были задачи мы работали через такое понятие как синестезия как раз это такая полностью активизированная мультисенсорность вот а вот интересно как как вы для себя определять теперь будем цепляться за понятия и упутывать как как для себя вы его определили не могу сейчас дословно сказать как бы могу сказать с какой как бы да с каким отношением я работаю синестезия это совмещение одного или нескольких сенсорных сенсорных каналов с переносом информации одного сенсорного или двух сенсорных каналов в другой канал взаимозамена сенсорной информации вот как бы с такой установкой вот и соответственно нам что было мы заходили с художественной целью в этот процесс наша художественная цель была исследование нового языка как бы как нам синестезия может и возможно ли ее активизировать возможно ли это развивать у человека является ли это способ компетенцией или это врожденная как бы врожденный процесс врожденная особенность вот этот вопрос нас интересовал и поэтому мы предлагали как раз разные пути совмещения сенсорных каналов мы начинали очень просто как бы когда ну с очень простых вводных прямо посмотрите какой сейчас точно скажу когда цвету присваивается ощущение когда звуку присваивается состояние вот это как бы метафорический символический перенос не является санестезией ни в коем случае там очень интересно как бы находиться там много всяких классных творческих как бы штук появляется ассоциативных но ассоциативность это не синестетический перенос потому что в синестетическом переносе нет как и нет сравнения просто синий я воспринимаю это больше а главное что завтра он не красным для меня этот звук я его чувствую и вижу как исключительно синий всегда среди ночи меня разбудил он будет для меня синим вот это синестетический устойчивый перенос получается как бы думаю ли я что синестетическую способности можно развить да я вообще в принципе уверена в том что тренинг как качественный тренинг он возможен практически в отношении любых компетенций можно ли сделать синтезию компетенций да можно но это очень большая работа скажи да то есть даже если я никогда не слышу синий цвет это можно натренировать эту знаешь тут открылось очень много особенностей таких что это как бы самое простое и яркое такое простое и яркое восприятие там цвета звуков у людей например есть это тоже а вот это синестетический перенос вот удивительный я скажу третья дорожка в бассейне всегда всегда воспринимает всегда фиолетовая я захожу в бассейн и он поделен на дорожки и третью дорожку я всегда воспринимаю чуть более фиолетового оттенка чем все остальные дорожки в бассейне я сейчас не про себя это про другого человека вот это ну то есть там удивительные переносы могут быть то есть люди у которых нет синестетических этических вот этих инсайтов, они как бы, ну, даже не представляют себе, какие любопытные могут быть переносы, и часто мы просто не знаем, что мы как бы себе это просто так не называем, что там, я, например, какой-то день недели воспринимаю исключительно, что он у меня в крапинку. Я это просто чувствую, суббота в крапинку, нет никаких... То есть нужно научить, ну, поймать ощущение и обращать на это внимание, ну, как бы так привыкнуть на эту ситуацию. Я думаю, первое, что необходимо здесь сделать, это раскачать воспринимающий аппарат, как бы, чтобы просто... Потому что искать среди всего многообразия, как бы, а вдруг у вас там перенос на булочки, я не знаю, или там, я как бы, не знаю, на деревья, на что угодно, это может с ума сойти, как бы, в этом мире эти все переносы искать. Нужно расшатать аппарат, и вот это, собственно, то, чем мы занимались в этом проекте, он был частью выставки и непосредственно соотносился с проектом «Передай мне соль» Анастасии Потемкиной. Это была соляная комната. Я не знаю, вы были на этой выставке или нет, это была такая соляная красная комната. В общем, особенность в том, что именно эта соляная комната одним из ее, как бы, месседжей, одним из многих месседжей, которые там можно прочитать, как в любом художественном проекте, была, как бы, возможность прямо прийти в комнату. То есть, как бы, ты приходишь, ты садишься, вот ты пребываешь, ты, как бы, находишься здесь. Ты не мимо прошел, посмотрел, фоткнул, ты здесь. И вот это, как бы, я здесь, и я, когда я оказываюсь здесь, я начинаю очень много всего чувствовать. Первое, что я чувствую, беспокойство, потом, как бы, мне хочется свалить, потом начинаю чувствовать, что мне что-то неудобно, потом я немножко расслабляюсь, потом я замечаю, что этот цвет, на самом деле, не такой уж красный вокруг, как мне кажется, а немножко оранжевый, потом я начинаю слышать звуки. В общем, вот это вот постепенное включение всего аппарата. И мы в лабораторных там условиях, как бы, создали такую лабораторию в гараже и очень, ну, предлагали разные практики людям на расшатывание вот этого аппарата восприятия. Вот. И, кстати, вот мы планируем делать следующую, как бы, часть, она как раз будет связана с телом. Потому что... А, я хочу чуть-чуть рассказать. Просто мы работали с, опять-таки, что такое музейная институция, да? Надо понимать, что люди, когда подписываются на участие в подобных родах лабораториях, они все-таки ожидают определенной доли, определенного уровня безопасности. Ну, что меня там не будет на меня никто набрасываться, что мне не предложат есть там какие-нибудь вонючие штучки и думать, какого они цвета. А когда делаешь эксперимент, хочется предложить что-то реально выходящее за рамки повседневного опыта. И вот в этом, как бы, музейная институция, она сложна, да? Что, как бы, она берет на себя... Это не я на себя беру ответственность, там, как художник. Они берут на себя ответственность, что если кто-то съест что-то вонючее, то он будет потом ругаться, например. Вот. Ну, при этом... Поэтому мы вот в этой первой части, ну, мы пытались эту как бы границу все-таки... Даже мы пытались, мы были вынуждены быть на этой границе. Вот это почти что-то новое мы предлагаем, но все-таки конвенциональная врация того, что человек в музее может быть. Так как проект удачен, и действительно у людей очень, как бы, позитивный отклик, как бы, вот что такое. Нам, соответственно, чуть больше дали пространства, и теперь мы, как бы, хотим подключить, сделать лабораторию не на все, не на все сенсорные системы, а мы будем работать через тело, подключая туда разные сенсорные системы. Вот таким образом. Это будет серия мастер-классов, ну, встреч. Во-первых, в любом случае развитие, как бы, сенсорики, расшатывание аппарата — это не, ну, как бы, не один раз, это точно. Потому что один раз я могу удивиться, я могу испугаться, я могу что-то там, но для того, чтобы мне, как бы, расслабиться и безопасно новое что-то почувствовать, мне нужно время. Ну, любому человеку нужно время, и это, вот. Это будет серия такой телесной работы, как раз мы будем работать много с телесными системами. Какая пульсация, вибрация у печени, например, она есть, да? Какого цвета, веса и еще чего-то легкие, потому что у них тоже есть определенный объем, они как бы, их можно воплотить в себе. У кого-то легкие сдвинутые чуть-чуть назад у кого-то вперед, это можно, это можно почувствовать, но для этого надо, ну, прийти. Вот. Вот такой, ну, и потом, я очень надеюсь, ну, опять-таки сейчас же весь карантин безумный и все такое, для меня внутренне это некое реабилитационное, как бы, первый шажок, возможно, ну, чем я могу помочь миру? Ну, вот так я могу помочь. Как бы, какой-то реабилитационный шажок в сторону, ну, давайте, уже все, можем собираться, можем снова быть, как бы, вместе, давайте снова этому учиться. Я хотела продолжить как раз ваш первый шажок и про то, что вы говорили, что в будущем хорошо бы создавать такие группы реабилитационные. Как вы себя видите в себя и, в частности, арт-терапию через пять лет? Это будет школа, это будет какой-то, какая-то философия, это будет практика или это будет вообще целый музей арт-терапии, мультисенсорный. Интересно. Это хороший, сложный вопрос очень, в данной, в данной мировой, взаимной в моей личной и вообще мировой ситуации. Потому что, с одной стороны, институализация дает возможности. Все мы все прекрасно это понимаем. С другой стороны, кризис городов, он просто очевиден. Как бы, и непонятно, насколько... А что такое кризис городов, просто чтобы понятно было, понять него? Кризис городов — это то, что в связи с карантином многие люди во всех странах, во всех, включая страну Москву, которую, как бы, которую много сейчас там слышу всего, все поехали жить за город. Не потому что лето, а потому что, ну, в городе нельзя ходить, нельзя погулять, нельзя то, нельзя это, и он еще грязный, заразный, опасный и тому подобное. Эта тенденция будет расти. Так это не сезонное просто, потому что лето? Нет, нет. Ну, в России спрос на загородные дома вырос в тысячу раз. В тысячу. Это как бы даже не пять, не двадцать, пять, в тысячу. Здесь, как бы, например, я нахожусь в Португалии, все то же самое. Все уехали из Лиссабона, люди просто уехали. Туристов в стране нет, при этом все забито самими португальцами. Ну вот. Это я называю кризис городов, и в этом отношении, например, создавать там музей, институцию, что бы то ни было в городе, на долгоиграющую перспективу. Вот сейчас это вопрос. Я его не знаю, какой у него ответ точно. Пока что опыта качественной деревни тоже особо нет. Ну, создавать такой маленький там, не знаю, ретритный центр где-то непонятно. Да, нет, да, нет. Сейчас очень в этом отношении подвешенный вопрос. Вот. Вот так, как я вижу арт-терапию... Вы знаете, когда я начинала заниматься арт-терапией, потому что когда я приехала, я училась за рубежом арт-терапии. И когда я вернулась, ну, стало понятно, что заниматься, была очень большая... Это то, с чем мы много работали, за что мы бились, и мне кажется, что у нас получилось. Очень была большая разница в том, что люди вообще называют арт-терапией. То же самое, как с синестезией, я не знаю, то же самое, как с телесностью сейчас. Пройдет это, мы проясним побольше про это. В общем, арт-терапией называли как бы кружки, где сидели люди, там, не знаю, вязали. Это была арт-терапия. Ну, это так здорово повязать и поболтать. Ну, да. Также арт-терапией называли как бы когда там больничных клоунов, когда приходят клоуны, действительно, там, в хоспис, еще куда-то помогают детям просто вылезти из боли ненадолго хотя бы. Так. И одновременно этим арт-терапией называли вот этих экзальтированных, значит, каких-то людей, которые там пряшут с бубнами, я не знаю, что у них горят свечи и все такое, все такое. И мне кажется, что сейчас мы более-менее определились, что арт-терапия — это очень как бы, это дисциплина, ну, в том смысле, что это предмет. И у него есть методология, у него есть некий путь, который, ну, опять-таки, обязательства, ответственности, цели. Это как бы система и структура. И мне кажется, что мы будем уточняться. Пять лет — не такой большой срок. Я думаю, что за пять лет мы что-то еще побольше уточним. Я надеюсь, что мы выпустим книгу. Будет она как бы онлайн или она будет живая? Вот вопрос, например, для меня. Я надеюсь, что, ну, я вижу точно в Москве, что спрос на арт-терапию растет. Люди все больше, именно у них появляется доверие к тому, что творческий процесс — это ценно. Что это, ну, опять-таки, вот 10 лет назад, я что, маленький, что ли, рисовать? Ну, что делать, что мне нечего? Вот я прямо это помню, как это говорили люди. Сейчас как бы есть чувство, есть, как бы у этого есть ценность. Да, разве творчески развиваться — это важно. У меня есть как бы часть моей психической структуры. Люди начинают так считать, что у них есть часть психической структуры, которая нуждается в творческой реализации, в творческом высвобождении. Да, я не стану, там, художником в музее, как бы не понесу своей работы, но я буду... К тому же люди уедут, ну, в загород, жить больше, ну, меньше будут в городах, то загородом, ну, возможности вот этого свободного времени, не городского, тревожного, а свободного, его больше становится. То есть вместо того, чтобы, на самом деле, пойти побренчать в каком-нибудь кафе с друзьями, если я в деревне уж поселилась, там, или где-то там, загородом, да, ну, что проделаю? Я могу порисовать, я могу поучиться играть на музыкальном инструменте, я могу еще что-то. Ну, интересно, как это развернется. Вот пока мы еще не уехали за город, у меня последний вопрос, на самом деле, про технологии искусства и технологии. И мы, как компания, которая, в общем-то, зашла на территорию искусства с технологией, которая, по сути, там, вот за 5-6 лет научила нас превращать, условно, предметы в звуке, и совсем недавно мы открыли для себя такое понятие, вот, может быть, опять же, это неправильная формулировка, но суть такая, что у каждого предмета есть свой сильный эстетический потенциал, есть некая возможность быть представленным в других сенсорных модальностях, да? Вот там, например, кабачок, дыня, человек, лед, костер, ну, вот все эти вещи можно через такое, через упрощение, при помощи, там, полаэтронной тачки подключать и через касание давать им новые синестетические ощущения. Вот, интересно, как это, если концепцию перенести, например, на произведение искусства, то есть, вот у них какой может быть в этом смысле синестетический потенциал, если смотреть, там, если читать книги, если смотреть картины, вот, такой немного сложный вопрос, но идея в том, что мы привыкли смотреть на картину, а сейчас, последние, там, 10 лет уже идут выставки, когда дополняется запах, музыка, еще не баланса, вот, вот насколько у искусства есть этот потенциал в целом, у того искусства, которое мы потребляем, и у искусства будущего при помощи технологий, я надеюсь, это точно появится, но интересно сравнить вот то, как искусство современное, искусство будущего, искусство прошлого с точки зрения синестезии, восприятие. Я уверена, что этот потенциал очень большой, ну, в смысле, да, что эта часть будет развиваться, я надеюсь, что, опять-таки, как у любых технологий, ну, это очень, да, я же за себя говорю, очень, там, мое мнение, как у любых технологий есть две стороны, кто-то может воспринять эту возможность, ну, например, возьмем плейтронику, будет проще нам, да, ведь так на этом, да, материале, кто-то может, мы-то однажды делали грибной фестиваль, делаем регулярно в Москве, и мы играли на грибах как раз при помощи плейтроника, и все это было очень весело. Там разные грибы мы привезли, там все подключили, вот, ходили, для кого-то это была возможность подойти, долбануть, значит, по огромной шляпке гриба, и уйти, и как бы, а, типа, грибы звучат, это, ну, такое, как бы, между развлечением и удивлением, такой эксцентный. Кто-то вверх, кто-то, суперповерхностный, суперповерхностный. Для кого-то это была история, вау, подосиновик звучит вот так, а, короче, белый вот так, а вот это что за гриб, а он как называется, а вот такой гриб как называется. То есть здесь, как бы, пошел, как бы, мы при помощи, как бы, технологии, вот такой, как бы, работы с вниманием, как бы, начинаем подключать следующий пласт, образовательный, да, мы возбуждаем образовательный интерес. Сейчас там следующий человек подошел и, как бы, начал играть, то, что, как бы, у него есть музыкальные, он умеет играть, там, на инструментах, он нам подошел, подстроил, так, у вас, хочу, вот здесь вот, вы зря вот этот, в общем, вот эти ноты настроили, давайте я поставлю другие, тогда у большинства людей получится что-нибудь в дельное сыграть. Мы такие, о, классно, давай. Вот такая история. Действительно, люди больше оживились, подошли, когда мы, когда там был, как правильно были настроены, ноты подобраны, да, просто так, ну, как бы, и, получается, да, и просто они смогли играть, что это звучало, и людям от этого хорошо, а тот, кто нам это настроил, у него, как бы, вау, что за технология, что еще могу к ней подключить, а вот это, как бы, тоже, как бы, такой интерес. И все будет очень зависеть от того, что за человек придет и, как бы, к этому обратиться. Потому что, ну, есть люди, которым, к сожалению, у них не было возможности углублять свои интересы, развивать свои интересы, вообще считать, что у них есть ценные, важные, классные интересы. Не сложилось у них в жизни, чтобы вот это ощущение. Поэтому они ко многим вещам в жизни относятся, а, короче, грипп какой-то там звенит, ну, подумаешь. А есть люди, у которых была возможность, как бы, считать, что вот мне понравился грипп, я хочу узнать, я хочу еще попробовать, я хочу это развивать. И это очень разные люди, и они очень по-разному к искусству, к другим людям, к чему угодно относятся, и будет зависеть от того, как вот, что это за человек. И я, ну, как бы, надеюсь, что вот эта способность, например, станцировать, что она будет расширять, как бы, да, мир, а не будет считать, что этот мир одно, а не будет давать ощущение, что этот мир одно большое развлечение какое-то бесконечное, кем-то другим созданное, а не мной. Вот. Я надеюсь, что он в эту сторону будет работать. Вот. Такой нормальный, незапутанный ответ. Да, вполне. Нет, на самом деле, это очень верное замечание. Разные уровни восприятия и погружения, и все они имеют место быть, и все они, мне кажется, как раз и для музейной, и для фестивальной вот такой истории, когда... Когда это не специальный коммитмент, такой курс, или когда ты решаешься и даешь все решения, а просто вот ты попадаешь в ситуацию, и как ты поступишь. Действительно, будет все зависит от человека. Я согласен. Ну что, мы очень интересно поговорили. Мне кажется, было бы здорово, если бы мы продолжили, может быть, какой-то обмен ссылками после этого интервью. А сегодня, ну, спасибо огромное. Спасибо вам. И хорошего дня, хорошего времяпровождения в Португалии. Привет. Спасибо.